Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня мы приехали с Виталиком Игнатюком и Виталиком Зелёным к Виталику Игнатюку в гости. Получается, Виталик Игнатюк сам к себе в гости приехал. Вот это я сказал. Короче, смотрите, ребята, Виталик Игнатюк построил в лесу такую вот избу. Кстати, ссылка на его канал будет в описании, можете посмотреть это видео. И ссылка на Виталика Зелёного тоже в описании. Виталик построил такую избу, и мы сегодня приехали к нему в гости для того, чтобы праздновать здесь Рождество. Ну что, Виталик, сложно было такую избу построить? Ну, конечно, 6 дней сам делал. Реально, я видел ее на видео, но вживую, короче, это, ну, блин, намного круче смотрится. Смотрите, вот так тут это все выглядит внутри. Сегодня мы здесь будем ночевать. Виталик, я так понимаю, здесь будет спать. А мы с другим Виталиком будем спать на полу, в спальниках. И чтобы, короче, как-то согреться. Ты говоришь, у тебя буржуйка еще есть, да? Да, притащим сейчас буржуйку, растопим, будет классно. Я понял, какие у нас сейчас планы, что, короче, будем делать? Я думаю, на охоту сходим, так как Боба засхучал. Был Новый год, в домах сидел. Сейчас куда-то пройдемся в поле, может, какого-то фазанчика возьмем. Но если нет, мы подстраховались. Я взял утку и в казане вам наготовлю такой вот весной пищи. В общем, ребята, такое у нас сейчас будет Рождество. Голодными мы не останемся, но все равно идемте на охоту. Короче, ребята, мы пришли в такую местность. Виталик говорит, что здесь водятся в таких полях фазаны. В общем, у Виталика есть такое пневматическое ружье. И есть Боба, короче. Пошел искать. Пишите в комменты, кто быстрее поймает фазана Боба или Виталик подстрелит. Вот этим ружьем. Ой, ищет, смотри. Что-то следует. Унюхал. Боба, ищи. Ищи. В запахе, смотри, как он на запах. Трава, где уже водятся фазаны. Уже Боба чует. Пошел, пошел, пошел. Искать, искать, выгонять, Боб. Фазаны маленькие, как ты видишь, когда фазан уже... Не, ну он в основном ата. Боба выгоняет, вылетает. А, то есть он сидит в кустах, Боба выгоняет его, он взлетает. Это его, как вот этой игре на Дэнди когда-то было. Да, конечно, это тяжело, так как здесь воздушка, она пулька. Но, но кто помнит, как-то Боб обыкнул его. И он на дерево. И охота с дерева снял. А нужно такое... Ну это реально метко стрелять, чтобы так попасть. Не, нужно ата, другое ружье, где дроби, знаешь, там на утку. А, я понял, понял. Ну да, воздушке в этом плане намного сложнее будет, чем дроби. Что с Бобой происходит, Виталя? Слышит Фазана. Тихо! Вон, Фазан! Фазан! Фазан, ребята! О, блядь! Фазан вылетел! Вон он полетел! Где? Вон, вон, вон! Вон Фазан! Боба за ним побежал. Боба, ищи! Ищи, ищи, Боба! Все, походу мы голодные остались. Где Фазан? Боба? Боба, где Фазан? Короче, ребята, увидели мы Фазана. Он, короче, вылетел куда-то. Боба за ним побежал, но, видимо, чуть-чуть потерял след. Вот сейчас бегает, ищет его. Я просто не видел, или далеко улетел. А ты не попал в нее, когда стрелял? Ну, не знаю, может. Он это далеко не полетел. Стрелял бы дробью, точно попал бы. Все, Боба, ты наказан. Потерял одного Фазана, поймаешь двух. Понял? Давай, ищи, ищи, пошел, пошел. Короче, я уже увидел Фазана, обрадовался, думал, что, короче, сейчас Боба его поймает, но, видимо, потеряли. Ну, что, пойдем сейчас другого искать. Но, на крайний случай, если вообще ничего не поймаем, то, а Виталик говорил, у него с собой есть утка, так что голодными мы, в принципе, в любом случае не останемся. Мы, ребята, уже вернулись с охоты, были в изьбе. Виталик оставил ружье, взяли вот такое вот ведро. Вот мы, кстати, уже подошли, я так понимаю. Возле вот этой изьбы Виталик выкопал себе такой вот пруд. Сейчас наберем в нем воды и вернемся в изьбу, будем уже готовить еду. Все, ребята, набрали воду, сейчас берем воду и идем уже готовить. Что мы будем готовить, Виталик? Шулем сутки. Сутки. Боба прощелкал, короче, эту куропатку, или как она, фазан называется. Ага. Поэтому будем хавать утку, которую взяли с собой. Ну что, пошли. Пойдем. Все, ребята, мы пришли. Вот еще раз покажу, какая у нас есть утка. Здесь в казане что-то Виталик с собой взял. А, в казане ничего нету, вот какие-то помидоры, лук лежит с тобой. Витаха, пойдем, наверное, баньку растопим, да? Да, давай баньку растопим. Я, кстати, вам, ребята, не показывал, какая тут у Виталика банька есть. Вот, смотрите, вот такая банька, вот такая печка тут. Я так понимаю, внутри нужно ее растопить, камень накалится. Мы его с вот этого ведра будем поливать. И, в общем, здесь будет хорошая температурка. Ну, а потом, если мы тут хорошенько прогреемся, мы можем побежать туда в пруд и в пруду искупаться. Хорошо, что там, кстати, льда нету, потому что могла бы быть такая ситуация, знаете, вот есть, короче, куча видео, где там кто-то разбегается, в лед прыгает, и это не проламывает его. Мы, короче, боялись, что такое тоже может случиться, поэтому, как бы, такого сегодня не случится, потому что льда нету. Все, Витаха уже начал рубить дрова для того, чтобы растопить баньку. Кстати, Виталик, а баня долго должна это прогреваться? Ну, час, да. Час где-то. Ну, час, в принципе, это немного. Пока готовка, потом готовка, тут банька топится. Ну, да, все вот так параллельно сейчас будет происходить. Там поляра тут. Я сейчас доснимаю тоже, короче, помогу Виталику немного порубить дрова. Давайте зайдем в визбу, смотрите, Виталик тут заготовил себе дров. Здесь у него буржуйка есть. Ну, короче, он ее забыл дома, вон такой дымоход. И, в принципе, вот тут спишь такой себе, на вот этой шкуре в спальнике. Вот тут дровишки подкидываешь, и, в принципе, должно быть тепло. Правда, сегодня, может быть, замерзнем, потому что, как я уже говорил, Виталик забыл буржуйку взять. Давайте, короче, еще пойдем где-то за избу, посмотрим, сколько там Виталик заготовил дров, он говорил. Да, да. Сюда, да? Я просто зашел, так... Нет, а будем это, кочер палить полночи, сидеть. А где дрова? Где? А, вот дрова все. А это что, у тебя косуля тут, да, была когда? Да, да, это я делал вольверчик, спас косулю, она себе здесь была, не убегала, себя хавала. Ты вообще такой охотник, я смотрел видосы, там он и кабана поймал, и косулю поймал, так что, ребята, если будет интересно, там по ссылке в описании найдете видосы. Короче, а где косуля, убежала или что? А? Нет, я домой забрал. А, домой забрал. На вольере. Я показал же, есть видосы. Я понял. Ребята, заходите, смотрите, как она у меня дома. Пока я тут ходил, снимал, рум-тур избы делал, Виталик уже вот этим топориком подрубил немножко дрова. Хорошо рубает. Очень мало, я сейчас, короче, тоже, пока Виталик будет себе что-то снимать, я подрублю. Кстати, ссылка на Виталика тоже говорил. В описании. Ты в написиум показал. Короче, ладно, ребят, я буду дрова рубить, погнали. Так, ребята, я немножко уже подрубил дров, а тем временем Виталик уже здесь распалил костер такой. Сейчас будет большой костер, сюда подвесится казан, и что-то будет нам вкусное готовить. А мы что, мы сейчас пойдем, наверное, будем уже растапливать баньку, потому что около часа она должна прогреваться, так чтобы она более-менее хорошо прогрелась. О, сейчас будет прикол с Бобой. Я всегда трожню. Боба, Боба, ты где? На. И говори отдай. Отдай, отдай, отдай. Отдай, Боба. Боба, отдай, отдай. Боба, отдай. Аккуративный. Виталики, бодолы, этот. Лапку. Отдай лапу, отдай лапу. Отдай. Отдай. Вот такой вот, ребята, вроде добрый, веселый песик. А видите, короче, когда у него еду забираешь, то все, сразу злой становится. Нам там не суперкомфортно будет, поэтому, короче, Виталька, я поручаю тебе это задание. Ой, я такой костерщик. Ты знаешь? Да, я с одной спички умею, но, короче, я лучше посмотрю. Расскажи. Не, я реально с одной спички умею. Да? Так давай покажешь, мастер-класс. У меня видосы есть на ютубе. Так у тебя спичек нет, у тебя зажигалка. Ну. Давай, Виталик, а спички его бросил. Давай, давай. Ну что, ребята, сейчас показывать буду Виталику мастер-класс, как с одной спички без бумаги разжигать костер. Правда, щепки, которые я наколол, они немножко такие влажноватые. Не знаю, или получится, но будем надеяться, что получится. Я уже, кстати, не один раз в видео показывал, как с одной спички делать костер. Главное наколоть как можно тоньше щепок. Если они еще сухие, то вообще топово будет. Потом поджигаешь с одной спички, оно загорается. И потолще, 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 потолще накладываешь. И оно, по идее, ну, должно загореться. Ну, правда, сейчас щепки сырые. Ну, будем надеяться, что получится. И самое важное, ну, не с зажигалкой, а спичкой. Потому что спичка, когда горит, она больше температуру дает. Ты что, сейчас должно пойти, смотри. Короче, ребята, пока мы там топили баньку, смотрите, что тут Виталик делает. Тут уже вовсю все шкварчит. А пахнет як. Банька наша топится уже на полную, смотрите, вон дымок такой пошел. Сейчас главное не прощелкать, вовремя подкидывать дровишки, чтобы там камень такой, знаете, раскаленный был. Виталик тут уже пришел дегутировать. А я попробую. Все очень аппетитно выглядит. Давайте я тоже возьму вот эту ложку. Попробую. Давайте морковку какую-то вот так возьму. И чуть-чуть вот этой подливки. Ух ты, очень аппетитно, ребята, выглядит. О, просто балдежнейший вкус. Честно, я давно ничего такого вкусного не пробовал. О, очень вкусно. Это не то, что я так для видео говорю, это реально так есть. Еще добавочки возьму себе. Просто даже вот эту подливу посербать, оно так вкусно, просто божественно. Тем более проголодались как. Да, кстати, у Виталика такие еще деревянные ложки. Я у него спрашивал, что брать с собой. Он говорит, берите только спальник. И оказывается, у нас на троих только две ложки. Прощелкал фазана сегодня нам. Не поймал. А я так верил, что ты его найдешь. Ну ничего, я думаю, утка тоже будет вкусная. Наконец-то, ребята, мы сели хавать, потому что проголодались. Нереально кушать хочется. Горячая, да? Конечно. Сейчас Витаха откроет шампанское. Боба тоже проголодался. Смотрите, Боба пришел к нам, хочет хавать. Да, дайте Бобе что-то. Конечно. Только горячая нельзя, горячая нельзя, собачья. Пускай остынет. Все, Боба, погуляй, пускай остынет. Сейчас взбах в камеру. Главное это, звук. Что ж, с Рождеством, ребята. Всех поздравляем с Новым Годом, со всеми праздниками. В такой атмосфере будем праздновать. Голодные. Сейчас еще в баньку купаться. У меня еще есть для вас. Что? Подарочек. Вкуснятина. Я оставил, я же знал, что я вас приглашу. Еще мясо. И оставил по шампурчику здесь. От дикого кабана. От дикого кабана? Да. Берите, угощайтесь. Я на костер сейчас. Да-да, давайте. Давай на костер кинем. Я разогрею. Вот это да. У нас сегодня мясной такой праздник. У-у-у, пацаны. К нам? Да, я к вам. Давай. Завози. Сейчас как накочегарим здесь в лесной баньке, это будет круто. Сейчас попаримся, сейчас чуть-чуть согреемся просто и побежим в пруд. Кто прыгнет, а кто засыт. Ну что, ребята, мы пришли после баньки сюда. Я оделся уже, потому что я вам честно скажу, я в баньке не особо-то прогрелся. Ребята сейчас будут сюда прыгать. Я не буду прыгать, потому что мне нечем вытереться. Я не хочу потом заболеть и с воспалением легким. У меня тоже все то не вытереться. Типа, как бы, да, ради контента можно было прыгнуть, но, как бы, пускай ради контента, моего контента прыгают ребята. Я поснимаю лучше их. Не, вообще, типа, у меня есть куча видео, где я прыгал зимой, когда реальный минус. Сейчас у нас где-то около нуля температура. Я, как бы, не боюсь прыгать, но просто не хочу заболеть, потому что реально нет чем вытереться. Было бы хотя бы полотенце, было бы все хорошо. Раз, два, три. Пацаны прыгнули, облились теплой водой, думают, что им тепло будет. Ну, все равно сейчас, короче, малейший ветер подует, им, короче, холодно будет. Я лучше это, потом сниму придурки на льду, очередную часть, когда будет настоящий лед, когда будет реально холодно. Я возьму с собой полотенце и все, будет окей у меня. А сегодня, короче, я воздержался, потому что не хочу заболеть. Ну что, сидят два цуцика тут, греют. Да, хорошо. Хорошо, ну такое ощущение. А пахнет. Вот это не передать, как вылазить. От вас так воняет, пацаны, что вылазить. Да-да, поднялся мул просто. Давай, ты уже прыгай. Не-не-не, спасибо. Ну что, ребята, наступила уже темнота, мы сидим возле такого вот костра. Тут остатки шашлыка с дикого кабана. Доедаем уже, можно сказать, он полностью сгорел. Ребята сидят такие, что-то приуныли уже, устали немного. Боба тоже уже засыпает. Поначалу такой энергичный был, бегал, прыгал, там за фазанами сегодня набегался. Вообще не реагирует. Вообще не реагирует. Да, устал, целый день на ногах гоняет, бегает. Мы тоже, ребята, немного подустали. Сейчас, наверное, еще немножко посидим и пойдем уже в избу спать. Виталик будет тут с Бобой спать. Ему очень хорошо, у него какая-то шкура под этим. Да-да, это наше место. Место, а у них такое, а у нас тут такое место, короче. Я думал, тут хотя бы какие-то кровати есть. Просто вот так ложим спальник, просто на землю. И, блин, буржуйки нету. Ну, я надеюсь, что мы сильно не замерзнем. Там мороза нет. Ну, да, сейчас где-то ноль примерно температура. Это не очень холодно. Может, даже минус один какой-то. Себе одетые в спальнику не замерзнем. Если что, пойдем костерчик разведем, будем сидеть. Да, ребята, если что, будем замерзать. Придется выходить на улицу, разводить костер и спать уже возле костра где-то. Возле костра, в принципе, всегда тепло. Спальники у нас такие вот, ребята, летние. Думал лишь, что будет тепло, потому что здесь должна была бы быть печка. Но ничего страшного, будем спать, короче, в зимних куртках. Надеюсь, сильно не замерзнем. Так что, ложимся вот так вот. И всем, ребята, спокойной ночи. Что там ходит? Ребята, тихо, тихо, тихо. Тихо, ребята, подождите. Что-то подошло. И Боба проснулся, гавкал. Кричали мы, это проснулись все. Как там, не стрёмно, ребята? Тихо, тихо. Что в этих местах водится. Просто бывало такое, что кто-то... А кабан мог подойти? Ну да. Может, это кабан? Смотрите, вот тихо. А ну тихо. Блядь, я вообще, я очкую сейчас очень сильно. Давай пошумим, он убежит. Да, пошумим. Тихо. Фу. Короче, ребята, это скорее всего какой-то зверь здесь ходит, потому что мы так далеко-далеко в лесу находимся. И, короче, мне стало любопытно, что это за зверь. Кабан какой-то. А если кабан, то, конечно, я, наверное, сейчас обделаюсь, обкакаюсь. А если какой-то там олень или кто, то не так страшно. Фух. Дамы обулись, пошли посмотрим. Ну что, ты готов, ты со мной идешь? Да, я тоже. Ну что, давай, на мой страх. На мой страх и риск, говорю. Да ну хотя бы, я не знаю, рассмотреться, чтобы мне очково спать было. Ладно. Пойдем. Давай, если что, на всякий случай монопод. Этот штатив возьму сейчас, если что, пригрею его. Очково, если кабан. Страшно? Нет, я уже привык. Это мы теперь страхуемся. Тихо. Я, если что, сразу на крышу, на избу залезу. Вон там ветки шутят, смотри. Скорее всего, ребята, какая-то скотина, либо кабан, либо непонятно что. Короче, надо прятаться обратно в везьбу, потому что, ну нафиг, кабаны могут быть опасными. Посмотрелись, так, дикий кабан был или что-то еще такое, может, лось какой-то и смотался. Ну, мне, если честно, страшно. Мы так уже чуть согрелись. Сейчас уже открыли дверь нараспашку и напустили холода. Будем уже умачиваться, спать до утра. Ну, нафиг. У меня вон садится фонарик. Так, ребята, всем доброе утро. Ох, фух, наконец-то уже наступило утро. Нас разбудил Бобка, что-то он такой ранний бегал, прыгал, тут скакал. В общем, Виталик забыл буржуйку, мы замерзли, как цуцики. Боба уже цуцики, считается, или уже взрослый? Взрослый. Летние спальники, поэтому было очень холодно, мы не снимали одежду. Короче, такое вот вышло рождественское у нас видео. Ссылки на ребят оставлю в описании. Они там сняли свою версию того, как все это было. Можете перейти посмотреть, ну, а мне можете поставить лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать в будущем новые видео. Кстати, мы тут с Виталиком договорились, зимой, может быть, пойдем еще в Чернобыль, но это пока не точно. Так что, там, это, подписывайтесь, чтобы не пропустить видео, которое выйдет зимой в Чернобыле. Ну, а с вами был Сергей Трейсер, всем до новых встреч, ребята, всем пока!